Привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах. А еще посетил все областные центры Украины. Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не ограничиваться городами и отправиться в большое автомобильное путешествие в Карпаты. Путешествие по Карпатам мы разделили на два выпуска. Итак, в первом эпизоде нас ждут скалы и водопады, уникальные люди и деревья, Карпатские, СПА с шикарным видом и, конечно же, озеро Синевир. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть вокруг, мы будем спрашивать у местных, которых повстречаем. И, конечно же, у интернета. Благо, у Киевстар самая большая сеть 4G в Украине. А это значит, что можно гуглить интересные факты, прокладывать маршруты, выкладывать фотки в соцсети прямо со своего телефона. 4G, тяхны! Слушайте, и мой вам совет. В Карпаты нужно выезжать рано утром. Не потому что длинная дорога и сложная трасса, очень хорошая. Хороший асфальт, а потому что она очень красивая. Знаете, в чем фишка тревела в принципе? Потому что ты видишь глазами другие картинки, к которым ты не привык. Непривычные для тебя. Это не метро, не трамвай, не офис. Что-то непривычное. Так вот, пока ты едешь в Карпаты, вот в этот вот туман, эти церквушки, лошадь в тумане, ну это же круто! Ты уже видишь необычные картинки для себя. Ты уже отдыхаешь. Ты уже начал свое путешествие. Смотри, какая красота! Добрался! Он так шатается. О, уже чую, гуркатить гуркало. Ну это же красиво! Слушайте, может быть, конечно, он не такой большой, как хотелось бы, но очень атмосферный. Вот это вот скала наверху, деревья большие, кристально чистое озерцо, папоротник вокруг. Ну блин, классно! Ну классно же! О, ледяная, просто ледяная вода. Ух, ух, купаться не буду. Слушайте, ну красиво здесь. Очень даже. Самый настоящий инстаплейс. Кстати, почему нет? А мы продолжаем путешествовать по Украине и открывать для вас неизвестное, как вот, допустим, вот этот вот водопад, но очень прикольные места, где можно сделать шикарные фотографии для социальных сетей. Рубрика «Инстаплейс» от «Киевстар». Но на самом деле рубрика будет гораздо обширнее. Я покажу вам не один водопад, а целую серию. А, красота? Понеслась! А еще я хочу отметить, что здесь не просто как бы дичь дикая в лесу, а вот сделали такие зоны отдыха, красивые столы, вон туалет стоит. Но вот это вот меня прям порвало. Смотрите. Тут есть доставка шашлыка из телятины, свинины, печена картопля, пиво, квас, мохито. С 7 до 22. То есть прям реально фулл-сервис. Красавцы! Путешествуйте по Украине, делайте фотографии в инстаплейсах от «Киевстар», выкладывайте их и выигрывайте призы. Все подробности в социальных сетях «Киевстар». Ссылочка в описании. Не зря я вам обещал несколько водопадов. Уже просто тогда знал, что рядом с Гуркало есть еще один, который мне советовали посмотреть. И тут тоже есть беседки. Класс! Ребята, надо признать, что вот мы, конечно, ходим от точечки к точечке, от локации к локации. Вот здесь красиво, здесь красиво. Но пока ты идешь из одного места в другое, вот этот вот лес карпатский, он сам по себе, это что-то непередаваемое. Очень красивый, вкусный, атмосферный. Дима, да? Все да, все правда, что он говорит. Слушайте каждое его слово. О чем ты говорил, Жозавр? Я говорил о том, что здесь очень круто. Блин, вообще офигенно. А долго нам еще идти? Как круто! Встречайте следующий водопад. Дима, ты где? А, Дим, как ты это делаешь? Водопад сопит. О, да! Ай-яй-яй, как это красиво, ребята! Вода журчит, листва падают, солнышко пробивается. И никого вокруг. Никого! Слышите, ребят, вы когда приедете на водопад, обязательно обратите внимание на вот эти вот елки, которые проросли прямо на камнях. Вот смотри. Смотри, как круто. Просто на камне. Это же надо было. Сколько силы жить было, чтобы отпустить корень, дорастить его до земли. А-а-а! На самом деле водопады мы нашли практически случайно. Они просто были нам по пути. А первая запланированная точка на маршруте – это Тустань. Если кто не знает, Тустань – это вот такие красивые скалы, в которых когда-то находилась неприступная крепость. Сейчас это весьма популярный туристический объект. На минуточку. В 2020 году Тустань была на третьем месте по запросам в Google среди природных объектов Украины. Прикольно. Друзья, присмотрите, что вот здесь написано. Вот тут, смотрите. Тегорично Кильки Свидвидовачи в Тустань – 97132. Я буду 97133. Хорошее число. Вот я еще не дошел вовнутрь, но хочу отметить, что Тустань, наверное, это пример того, как должны выглядеть классные туристические места. Потому что все ухоженно. Новые дорожки. В одном стиле домики. Стоянка. Все на английском языке. Дублируется. Круто. Природные. Что-то за камень не берешься. Давайте пройдем. Экскурсия? Я хочу экскурсию. Здравствуйте. Добрый день. Насамперед, могу сказать, похожее на этих скел. Насправді, это такое диво природы. Никто их сюда не привозил и не складывал. Скелы тут утворились приблизно 55 миллионов лет назад. Из песка. 55 миллионов лет назад. Так. Но с 13-го столетия орієнтовно. Крім оборонной роли, фортеця почала виконувати еще и роль митницы. Адже через тустань проходил колись важливый соляный шлях, по которому возили сель. Из места Дрогобич, где ее добивали. И везли до страны Западной Европы, где покладей соли практически не было. Ну и третя роль, фортеця не менее важливая, это административная. Тустань колись была центром Волостя. Вот все эти промежки между скелями колись были заполнены деревянными спорудами. Есть даже такая небольшая иллюстрация, чтобы мы могли бы выявить вот тут. Так, вгорю, на высоте. Всюду были деревянные забудовы. То есть мы сейчас стоим где-то здесь. Да? Вот здесь. Вот здесь даже. Да, вот здесь. Вот здесь был мур. Видите, ось такие линии висечені довгие, очень схожие на букву Н. Правда? Да, да. Вот там кріпилась эта стена. Это такой додаток «Доповнена реальность» называется. От завантаживши просто в плей-маркеті такую специальную программу «Тустаньар», можемо побачить деревянную споруду, которая была когда-то. Ух ты! Да, конечно, масштаб сразу же по-другому смотрится. Когда ты видишь эту огромную деревянную крепость, классно. Взагалі ці скелі просто оповиті легендами. І от одна із них втілена в життя. За цією легендою скелі раз на рік на Пасху, коли церкві б'ють дзвони, розсуваються, утворюється печера, в яку можна зайти і знайти скарби. Ну і от оце дзеркало – це ніби вхід в печеру зі скарбами. Насправді печера цілком природня, і за дзеркалом печери немає. Але легенда існує. І от як би не хотіли скарби знайти, то скелі не розсуваються. Але дзеркало – це, наче вхід в печеру зі скарбами. Круто. У них дуже просто і дуже здорово. А я, як турист, хочу відмітити ще дорожку, по якому ми йдемо. Чисту, ровну, удобну, а не месиво. Це прям круто. Хочу зняти нову дорожку без тебе. Ух ти, як красиво відсюди. А скільки людей було в фортуці? Приблизно було 50 воєнів. І суто чоловічий військовий гарнізон. Ні жінок, ні дітей в Тустині не було. Так, це було саме бойова машина, скажімо так. Так, скажімо так. Брама була ось де, ось цей ширший, повністю природній проміжок між скелями. Брама була, звісно, захищена. Захищена підйомним мостом, який діяв на такому, на той час, складному механізмі. Велике відра наповнювали каменем. Вони були, звісно, мотузками зв'язані з мостом і важкі відразки каменем опускались. В свою чергу піднімався місць закон проти ваги. Але щоб щоразу цей місць не опускати та піднімати, чи коли комусь просто потрібно вийти, чи зайти на подвір'я хортеці, то ось наші древні предки коруч вручну вирубали. Такий, як бачите, трішечки вже вущий проміжок в скелі. І там облаштували піший хід, який дістав назву «Піртка». Це було забудовано деревом. Були численні кімнати, галереї. І висота суцільної дерев'яної забудови 25 метрів. І це в 13 столітті. 25 метрів. Так, це небачена висота, як на той час. 30 метрів – це 9-тий тежне здання. До речі, штурмом Тустань так і не зверху пили. Вона ж була доволі неприступна, але найбільша її поривага – це висота. Друзі, а ви уверені, що можна лазити? Що не шугають, не гоняють? Не шугають, не гоняють? Ми не полезем. Але винить людей, які хочуть пофоткатися во всей цій красоті, теж не будем. Скалы действительно потрясающе. Прикольно. І таких камень дуже багато. В округе розбросили. Застроені були тільки три, але в округе дуже багато не мене красивих. Класс. Эффектно. Блин, я правда не можу нарадовуватися дорожці. Але ти йдеш, і светлі кроссовки остались светлими. Це найбільний туристичний восторг. Банальний туристичний восторг. І я вмію составлять нові слова. І не слова, а вираження. Короче. Цього року, незважаючи на те, що фортеці вже давним-новно немає, вона таки оживає. На фестивалі середньовічної культури в перші вихідні серпня тут проходять лицарські турніри, різні майстер-класи, змагання. Люди мають можливість дійсно відчути той дух середньовіччя, зануритися в ту атмосферу так з головою. Можна навчитися середньовічному танці, відчути себе тим воїном, тут цілій міст. Так, така торговляється. Покажи, що ти вибрав? Таку купити себе. Я люблю футболки різні. Клас. Вибор немаленький. Так, класні сувенери. Взагалі все круто. Віртуальні польоти над фортецею Тустані. Доброго дня. Покатайте нас. Так, звичайно. Ух ти. Ви лікуєтесь до керно. Ага. І я вам зроблю виявну окуляру. Ух ти. А я буду керувати, так? Так, звичайно. Так, звичайно. Для того, щоб попасти в футболку, вам потрібно добре кернувати. Право, ліво, уборо, вниз. Ой, ой, я вже лечу. Так, добре? Ні. Ой, 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 я вже лечу. Ти тримайте кернощину, кермуйте. Ага. Ну, я уже на земле. Зараз вас піднимо? Мммм, не, паденья не избежать. Воооо. Оооо. Оооо. Золотить плавно, плавно, плавно. Круто. Ваооо. Вот она. Ой, 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 ой. В окно залечу сейчас. Не получилось. Прохожу, 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 прохожу. Нормально. Фух, ну в жизни такого нельзя делать. Классно как. Боже, какая она была большая. Ой. Так, не убейся. Ой, такое ощущение, что сейчас затронусь до нее. Ой. Хе-хе-хе-хе-хе. Блин. Короче, Женя пострелу передачу, трону мне дам. Если честно, конечно, немножечко страшно, что ты сейчас убьешься. Очень прикольно. Вверх ты летишь. Все можно рассмотреть. А во-вторых, немножечко экстрима. Потому что тебя наверняка вправду шатает, да? Правда шатает. Ну, прям ты чувствуешь, как ты летишь на параплане. Это эффектно. О, а вам тут было видно. Я думал, никто не видит, как я летаю. На самом деле, вот есть этот эффект, когда ты летишь, и ты управляешь. Ты действительно управляешь. Оно очень четко реагирует на все твои движения. И вот эта крепость. Ты прям вот пролетаешь, пролетаешь на меня. Потом закладываешь, и тебя так... Прям аж вот где-то здесь поднимается. Очень круто. Тустань, рекомендую. И водопады, и Тустань находятся во Львовской области, в Прикарпатье. А наш путь лежит дальше и выше, вдоль границы с Польшей через Ужоцкий перевал. Ах, как жаль, как жаль, что в Ужанский национальный парк мы приехали уже после заката. Потому что здесь так красиво, так масштабно, и не хватает солнышка. Конечно же. Но красиво и без него. Сам себе противоречу. Говорю, что здесь красиво и без солнышка, а солнышка не хватает. Воспринимайте, как хотите. Факт остается фактом. Черт побери, красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро мы встретили уже в Закарпатье. Ну и двинули дальше на встречу с местными старожилами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну здравствуй, дедодух. Вы, наверное, уже все знаете, да, про мою любовь к большим старым деревьям. Ну вот встречайте, самый большой и самый старый дуб Украины. Моща. Привет, великан. Уху-ху-ху-ху. Просто вдумайтесь, это самое старое живое существо Украины. Ему 1200 лет. То есть это дерево росло еще не в крещённой Руси, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто нереально. Чувствую себя таким маленьким, крохотным. Но зато я могу ходить и уйти отсюда. Друзья, на самом деле здесь не один дуб, а целых три. Один вот там внизу, второй там наверху. И, казалось бы, он вроде как на частной территории стоит, и нельзя туда зайти. Но вот в эту калиточку заходишь и можно. Получается все равно на частную территорию. Но разрешают. Но разрешают. Вот. До речи, на русинском языке – это бранка. Привет. Вот как с тобой обниматься? Ох, он внутри. Дима, иди сюда. Ох. Вау. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И при этом каждая ветка зеленая. Каждая ветка зеленая. Нет ни одной сухой ветки. Крутяк. Где-то здесь живет Фродо. Ну или кто-то из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и третий дуб. Класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по вот этому, когда-то кто-то хотел спилить всю эту красоту. Но у него не получилось. И это хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, с интересными деревьями повидались? Настало время интересных людей. Едем в гости к настоящему хранителю горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что вам сказать, друзья? Все самое интересное в Карпатах. Вверху, на горах. И интересные люди тоже живут в горах. На самом деле, с Янком мы познакомились еще, когда устанавливали рекорд Украины по самому массовому Трембитанию в Ивано-Франковске. Но он такой яркий, такой красочный, такой интересный, что мне еще раз захотелось познакомиться с ним. Пойдем. А вот и он. Доброго дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, так, так. А чего же не признавался? Я не знал, я ничего не скрывал. Добрый день. Рекордсмены. Довго до вас идти? Ну так, триречные дети идут годину двадцать. Годину двадцать. Триречные дети. Ну, мы за годину десять сделаем. Это очень круто. Топориком. Ну, это мой сорокоречный товарищ. Сорокоречный? Сорокоречный? Так, чтобы не вертались. То же так, знаешь. То до вас доехать влитку неможливо. А взимку, я думаю, что… Взимку их выручают оценичные квадрики. Снегоходы. Ну, доброе. А взагалі, там, олії купить или что-то такое? Ну, так, Евгений, я два раза в три дня вверх не сбегаю. Один раз. По-друге, люди приходят и лишаются. Извините, что там квитка, бачишь? Ух ты, так. Это квитка-барометр. И называется «Колючник» по-литературному. И показывает, какая волокость. Волокости сейчас нет совсем. А то так хорошо. А когда она так закрыта… Есть волокость. Есть волокость. Они у меня две висят. Семь лет, пять лет и два. Воно ее вверх привезет. Возьмите, оно показывает. Наверное, не нужно ростить? Просто взорвало воно… Возьмите, взорвало. Воно может висеть и показывать. Ой, красиво. Ну, тут уже, можно сказать, красиво. Тут уже жива стежка без всяких понтей. Кстати, каждый тиждень я ее чистю. Вона така бы не была никогда. Риб зонтичный. Это он ястивный? Хлопцы на виски взяли, так нанизывают на лит. Ага. Висыхают, раз кинули – это уже бульон. И уже зупа. Ах… 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 Хотя, что, хлеба захочешь – сходишь. Ух… Ну, в той стороне эстакада, в другой, тут трактор поголился. Так. И так лишили. Нормальная дорожка. Кстати, а как вы относитесь к тому, что я разговариваю по-русски? Я довольно толерантно. В Закарпатии ты не можешь никаких проблем. Тут вообще в Карпатах так все тесно перемешано. Перемешано, но есть повага, дядя, есть повага. Что самое, когда я перескидаю калопер своими співчинниками, потому что до всех мовных есть повага. Ну, это хорошо. Это так и должно быть, мне кажется. Ну, вот закарпатская мова, мне кажется, из всех украинских самая такая. У нас половина людей говорит с старославянскими выразами, которые были в словах полку Игоря, там прочитаешь. Например, Каменевица – это мой любимый твир. Я все говорю, что это гимн масонской ложи. Я говорю, что лупайтесь в скалу, нехай не жаль, не ходите перед вас. Ясно, что Белый день нет. Если вы поняли, напишите в комментариях, пожалуйста. А что делать, если ты идешь по лесу и тут – опа, медведь из медвежа. Дело в том, что это не так все просто. Во-первых, они далеко чувствуют. Ты на него просто так не выйдешь. Они попадают таким, что у него проблемы с головой. И начинают всякие зворы залежать. То есть он имеет свое место. Ни один медведь на стежку не выйдет. Это уже сятася тихо. Многим просто не нужно. Были случаи, ну, даже там тишечные. Женки с одного боку, люди с того боку. Она, как бы человек раз поняла, такую кучу на голове бдик. Так серьезно. И живого. Вау, красиво как. Пошли. Пошли. Вторая. Туда я правильно, когда хожу задом, чтобы не рвать в эту месту. Потому что вам раз пройти, другая. А когда не ходишь, то потом рве. Кошло. Ну, минус шестьдесят шесть. А где будет за пару дней? Не, ну, то я уже мушу что-то придумывать. Я таким танцевальным шагом иду, так, так и так. Вот так? Нет, ну, то ты идешь так, а потом так. Ты продолжаешь снова и дивишься, как в танцах. Потому что танцует одна из моих хоров. Когда очень круто, она тебя сама закручивает и сбивает. А вот эта мидца, она помню, что, я говорю, тем больше так простая логика. Ты же так, если падаешь, то тут склон, не? Если в другом падаешь, то сколько нам припадать? Эта стежка на рукотворно не может появиться, они избыточные. Попробуй пройти, все падало свиже. Не пройдешь по такому. Да, никогда не думал о том, чтобы для того, чтобы сделать дорожку, нужно прям столько усилий. Но вот если сюда посмотреть и вот из таких зарослей сделать вот такую вот дорожку, по которой можно идти, это, конечно, весомо. Так зелено на погорбе. Я считал, что тут будет хвоя, а тут звичайный хвоя не лезет. Дима, что ты нашел? Волчьи ягоды, очень вкусные. Волчьи. Просто не казал тебе. Попробуй. Водянистая, но вкусная. Вкусная? Угу. Вкусная? Угу. Вкусная? Угу. Дикая. Полностью эко-продукт. Угу. А это кто делал дерево? Кто установил стежку? Ну, это через пиле. Это те, кто водят коней. Они с большой пилами. А стежку делаю я. А до чего в обход ходил? Да. Там еще достаточно было. Так я не могу с кем-то владеть. Да-да мне целый свят помогает, иначе я тут не верю. Боже, а где же вы берете камень для строительства? Вы можете на тачке? Вы можете на тачке сюда? Вон там вверх ласку спускает. Там где я тебе показываю. И того чувачка я спускаю на тачке. Вот эти камень, стены мают два месяца, а там мают пару дней. Заходьте, хлопцы, в хату. Заходьте, хлопцы, в хату, будем начать. Домик у Янка оказался под стать хозяину. Простой, уютный и настоящий, что ли. Музыка Ох. Подобритесь. Подобритесь. Ты же не мог куртяг, а так. Внимать куртяг? Так будет лучше? Так я жена, когда ее грею, то на голое тело. На голое тело? А как ты думал? Ох. 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 Новости. Тоже найгод. Ох. Ох. Ну, это с ягодой. Ох. Ох. Файл отстои. Музыка. Шо це таке? Недобрий. Не, смачний? Ну и все. Просто чекаво, шо ж там? Головна, тому, конечно, фишка. Ой, а це шо таке? Що? Це настой на мене така хохмачка, тут облегчённый, облегчённый ветер. Ой, запах какой. Просто нереально пахнет. І сало, і чеснок такий насыщений, і хлеб. Слухайте, а якщо можна, можна спитати у вас таке серйозне питання? От тут ви дуже далеко від людей. Взагалі… Як далеко у Євгенія? Ну так, дві години ми йшли. Оце я, коли будую, мені все, чому я зроблю і так далі. Це мій десятий об'єкт. Кожен різний, правда. Це всі авторські варіанти. Все має білет строительний, проєкт один можна показати. І ми це ніколи не потягнули, якщо не було в мене помічники. Всі кажуть, що це буде. Кажуть, місце, ресурсенція, друзі, тому що тут десь стільки людей помагало. Ми це все пов'язуємо. Кожен узел має людей. Айно – це як перекладається? Айно дуже файно. Айно – це дуже файно? Айно. Айно. Так, цікаво. Айно. 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 Клас. А може я спробую? Це ж так само, як на тримбіті, так? Так. Айно. 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 Бо в мене є своя власна тримбіт. А то ти знаєш. Так. А мої всі предки тримбітарі були. Бо каличенські. Та я вже маю, щоб держати пан. Я б все тут скрипач. Янко настільки колоритний дядька, що ужгородський скульптор навіть подарив їм прижизнений пам'ятник. Ну а нам пора собиратися далі. Дорога зовет. Вибачайте, а як ви сюди доїхали? І в дорогі трилляв. Толкав. Ох, ох халія. А ви цим уазіком зустрічаєте туристів і привозите, так? Якщо їхати так. У нас більшіство такі, що пішки любить ходити. Виглядає страшно. Ми тут недавно їздили в Києві на Шерпі, на українській вездеході. Ну плюс-минус така ж трасса. На самом деле, вот эта поїздка на уазіки вниз, она ничуть не хуже емоціонально, чем подъем наверх был. Очень впечатляюще. Во-первых, ми несемся. А во-вторых, несемся по такой дороге, що тут прям круто. Ох. 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 Якщо честно, я вообще преклоняюсь перед уазиком. Там здесь человек не пройдет, там, де ми проїжджаємо. Ох. 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 Не, тут нічого не пройдет, тут трактор нужен. Ох. 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 Скорqu. Мы спешили спуститься с горы, не просто так, а чтобы к закату успеть в знаменитые Лумшоры – карпатское село, которое славится своими горячими чанами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, а вот и он, идеальный конец дня в Карпатах. О-о-о! Горячо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, по идее, мне нужно было бы резко окунуться, но я сейчас улыбну и добавлю книжечки. И вашего дозу улыбну. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, заныриваем? О-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как это круто, ребята! Вы когда-нибудь парили ноги? Вот представьте, что вы паритесь полностью всем телом. После того, как ты промерз на горе, это прям нереально круто. Ещё и с таким видом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, суть вы понимаете, да? Стоит железный чан на костре, и водичка в нём подогревается. Когда становится очень горячо, вот специально есть шланг, ты добавляешь холодной воды. Я всегда думал, что сам чан будет очень горячий, невозможно будет к нему прикоснуться, но совершенно не так. Вода горячая, сверху чан вот он такой прям прохладный. Но если ножками ты дотрагиваешься до того места, где вот костёр, то там горячо. Поэтому всё дно оно в камнях. А камни такие вот приятно-приятно горячие. Вот в таких. О, здесь он внутри прям горячий. А-а-а! И получается, что камни набирают температуру и прогревают потом воду. В общем, вы поняли, там... Дим, опять ты... Вот он, смотрите. Там прям самый настоящий огонь. Т.е. ты как бы варишься на костре. Ох! Ребята, может быть со стороны это выглядит, ну как бы чан на костре, здоровая кастрюля. Но это нереально круто. Во-первых, вот самый настоящий запах костра. Запах вот Карпат в этой воде. И нереально классный вид. Вообще получается, что ты плаваешь в такой большой чашке карпатского чая. Есть такой интересный эффект. Вот и чем больше лежишь, чем дольше, тем больше прогревается вода, тем горячее она становится. И ты зашел, вроде как горячо, а потом вроде присел, тело привыкло, не так горячо. А потом со временем прям чувствуешь, что вода прогрелась. А потом со временем тебе надо будет прыгнуть в тот бассейн. Прыгнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой, как это круто! А вообще традиционно чаны строили у ручья и ныряли в ручей. Но тогда теряется вид. А у меня тут прямо кайф. Ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, а вот вам очередной неизвестный карпатский водопад. ДАВЕР или ДАВЕР, не знаю. Раньше назывался ПАРТИЗАНСКИЙ. Пойдем смотреть. Очень красиво тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, если быть честным, здесь не один водопад, а целых, ну, несколько. Вот один, вот другой, а вот, друзья, вообще третий. Красавчик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут так четко видно, вот, как вода пробивает себе путь, вот прям в камне. Есть уже желобок, потому что годами вода здесь течет и вымывает, вымывает, вымывает. Прям форма камней нереально красивая. Охренеть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уху! Круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, тут так красиво, вот прям в любую сторону. Поверни камеру и красиво. Там лес потрясающий, мостик красивый. Вот этот сам водопад, который уходит в не менее потрясающий лес. И вот эти вот все каскады маленькие. Даже вот старая кладка каменных, это очень фактурная, приятная, кайфовая. Вот самый обыкновенный мох. И все равно он такой какой-то прям сказочный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто нереально крутое место. Ребята, обязательно приедьте сюда, посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что еще немаловажно, к водопаду можно прям подъехать. То есть не надо никуда далеко идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, на этой стороне бурный такой бурлящий водопад. А здесь совсем другая атмосфера. Тишина, спокойствие. Как садовые водопадики такие. Журчит ручей. Ну, блин, не менее красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребятки, смотрите. Я же честно признался вам в первом маршруте по замкам Украины, что не показал и половины красивых замков. Но меня прям вот завалили в директ о том, что ну как можно было не показать красивый замок Шенбурнев. Показываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Построен этот замок был австрийским графом Эрвином Шенбурном в конце 19 века как охотничья резиденция. То ли граф, то ли его архитектор был большим затейником. Ну, судите сами. В замке 365 окон, как дней в году, 52 комнаты по числу недель и 12 входов, как 12 месяцев. Но больше всего меня удивила даже не эта информация. На минуточку, это действующий корпус санатория Карпаты. Который находится в селе Карпаты Мукачевского района. Которая, в свою очередь, находится в Карпатах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, внутри пока, если честно, не так круто, как снаружи. Угу. Библиотека. Библиотека сюда. Люстра очень крутая. Представляете? Приехать на отдых в Карпаты и жить вот в таком вот самом настоящем замке. Не прийти сюда посмотреть экскурсию, а реально жить здесь. Пускай внутри здесь уже не царские палаты, но все равно очень атмосферно. Посмотри вообще. Ух. Ну, да, немножечко санаторий, а не замок. Ну, маемо шо маемо. По-моему, открытая дверь. Заглянем. И все. Магия пропадает. Предлагаю вернуться на улицу, там красивше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, о чем я подумал? А может быть, это и неплохо, что замок в свое время стал санаторием? Может, именно это его и спасло? Пусть интерьеры и не сохранились, но хотя бы снаружи он выглядит шикарно, а не так, как большинство украинских замков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну согласитесь, Карпаты большие и вот по-настоящему красивые везде. Куда ни зайди, красота. Конечно же, все невозможно показать за один выпуск. В связи с этим к вам просьба. Если вы знаете интересные места по нашему маршруту, которые стоит посетить, а мы их не посетили, напишите в комментариях, буду признателен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это, по-моему, типичная Карпата. Это журчание солнца, которое отражается в воде. Кайф! Боже, как это красиво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а закончим мы, конечно же, самым раскрученным, самым известным водопадом Карпат. Водопад Шипет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он, конечно, самый масштабный из тех, что мы видели, самый раскрученный. Но... Не буду говорить самый прикольный. Потому что там было туристов меньше. Было больше свободы для деятельности. А тут стоит, вон, очередь ждет, пока я запрыгну туда и сделаю фоточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вот тут стоишь, конечно, понимаешь, почему он называется Шипет. Потому что шипит он прям знатно. И все-таки человек не способен создать ничего столь грандиозного, как делает природа. Постоянно в этом убеждаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Село Пилипец, наверное, одно из самых посещаемых мест в Карпатах. Во-первых, тут находится водопад Шипет. А еще тут круглый год работает подъемник. Можно вот так вот запросто подняться наверх и посмотреть виды. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сканую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, дякую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волнуюсь, как в первый раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, так, как ее туда пустить-то? Опа! Одна необычная деталь подъемника. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специально для того, чтобы цеплять велосипеды. Потому что здесь одна из самых крутых горных трасс для байков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, какой воздух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, привет! Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброго дня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это лакшери подъем. круглый год услышал подтверждение а как вы сюда заехали на колесах на колесах на колесах так же коли не можно заехать и ставим вертолетом прикольно а что багато тут вас туристов ну зараз данный момент так неплохо и баба пешком иди обожаючи кто мое бажание покоряем горы машина класс а что там вид красивый ну дуже красивый зараз именно снизу горы видно все тут 1160 метров там 1491 метр ага горы видно ну поехали слушайте ну прям прикольно горнолыжный курорт который реально работает почти летом все колыбы працюют он чай продается глинтвейн все что хочешь а что-то еще проедет здесь кроме уазика все блокировано какая техника букирую что поедет 4 на 4 и высокого киринга стало холодать не дать не взять вот так неожиданно по раз и на сафари снежно едем на машине люди идут пешком чувствую себя с золотой картой это просто какие-то фотообои ребята это просто сказка какая-то я не ожидал что будет до такой степени красиво аж дух захватывает просто все карпаты как на ладони и вот так вот они вот уходят 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 туда на горизонт по чуть-чуть по чуть-чуть скрываясь за туманом а как круто это восторг нереально говорил уже очень красиво говорил тоже хватит лишних слов давайте просто наслаждаться видом а в ответ однозначно нереально кайфовое место прошу вас друзья приезжайте оцените это все своими глазами нормально здравствуй не хочет хочет со мной общаться помните белую накидку которую я у янка надевал она называется гуня а недалеко от пилипца есть село рычка которая славится своими гунями мы пришли посмотреть на полило валила валила Природна пральна машина, називайте ее «Валило». Природна пральна машина. Воно використовується для відпилювання шерсти вовни. Для витягування вовняного виробу. Секу гуню, секу виткану гуню, мечу в тот кошар, то «Валило». Там не вода обертат по нашинскому, по речанскому. Воно не був ворс, барва. Тоді вона файна пилихата, тоді її шиють. Но її шиють і так, вона ще новата, а ще не шить. Я поки зрозумів, що вона гарна і її шиють. Воно ворс, ворс на ній є, барва. І вона така файна робить пилихата. Треба, щоб був файний ворс. А такої гуні, щоб вас купити, нема вже? Нема вже, розібрали все. Немо продали давно. Останню гуню ми по інтернету продали. По інтернету продали? По інтернету продали. Подивив фотографію і загнав гроші наперед. Загнав і ми гуню в новій пошті загнали. А все ми виткали, але валилося, поламало, то вже ми не мали де валяти. Валило по ідеї воно само є, але не гадь. Гадь це зарвало, зруб той. Ага. Пішли диритись. Оце вона мало б там стоять. То жалоб був, і потім у жалобу вийшла в тот кошар вода. Стікала туди. Кошар це оце як. Ага. Вчора я цю гуню носив, змерз на горі дуже. Або воно тепло? Вдягнув гуню і майже одразу. Воно дуже тепла гуня. Ну просто, що вже тепер, коли вийшло, не є овець, не є що робити. Треба вівці держати, вівці стричи. Ага. Значить, дорогі друзі, я німечко ще навів справки, попереспрашивав, уточнив. Рассказываю. А скажіть, яка гуня більш цінується? Нова чи яка вже? Ну звичайно, що нова. Звичайно, що нова. Вона нова, вона біла, вона файна. А мені навпаки, стара якось з духом таким. Ну не знаю, та вже кому я. Чому не може? Може. 100 років може? Може. Щоб не стояла на дощі, бо то все погниє по нашому. Так? Як діти на себе покласти обратно ушка. Хто вже побував у нашому селі, то скаже, що в нас в селі найкращі гуні. Найкращі гуні у річці. От там у нас є вовна. Її скубують у цю вовну. Оце? Так. Це руками робиться? Руками. Це все робиться руками. Ось так. Воно робиться скубець, 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 скубець. Тоді її чешуть на спеціальному гребені, який називається щить. Це потім її прививають на таку куделю. Потім вже беруть це веретено і називається махати цю вовну. Ага. Закручують і нитка робиться. Тоже руками. Все робиться руками. Все робиться руками. На це воротило навивають цю основу і кладуть ціпки, щоб все не перепуталося. Ну і потім чуть. Притискають вердом. Ага. Оце. І так виходить полотно. Ось ці такі волохаті. Це коцування. Коцування? Це гуня коцування. Ага. Здебільшого коцування носять вівчарі. Але у нас це виготовили для модниць. Бачите, це можна носити люба модниця. Їй буде тепло, удобно, гарно. Гуня вишиванка. Ось ця мені дуже подобається. Ось ця прям. Ну так вівці бувають сіри, білі, чорні. Прям інша. Біла і така прям вона. Так. Кожна ця ниточка прив'язана. Ось так. І це адський труд. Ой-ой-ой. По часу це, мабуть, дуже довго. А ви кажете, ось так робите і кажете «но». «Но». «Это да». «Да». Ага. Зрозумію. А я так кажу. А я не можу зрозуміти «но». Ось цю модну спробую. О. 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 О, ну не йдет. Себя даже чувствую у ней как-то весомий. О. У тебя прям роскиш. 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 Вау. Прийти так на свиданку. Да. Капюшона не хватает. Вообще было бы дужи широко. О. О. Какой плед. О чем вы говорите. Надо в ресторанах гуню раздавать. А еще я заметил. Вот как только одеваешь гуню, начинаешь себя гладить. Прям она такая приятная. Мусик. Давай сделаем дома лучше шопинг. Ну что? Время есть. Рубрика «Трас Кафе». Так. Сегодня у нас Синевирский перевал. Первые стравы. Богреч из дичины. Уха. Борщ. Борщ или богреч? Борщ или богреч? Богреч. Так. Основные стравы. Свинина гриль. Филе качки. Котлета зеленины. Ммм. Закарпатская форель. Ммм. Гуляш зеленины. Гуляш. Так и определились. Богреч из дичины и гуляш зеленины. И узвар. А дичина что там будет? Оленина так же. То у меня и то и то зеленины. Ну добре. Так пробежимся по ценам. Значит богреч который я выбрал за 300 грамм просит 140 грн. А борщ 98 грн. Ну не дешево. Гуляш зеленины 190 грн. Найдорожче. 280 грн. Свинина гриль. Почина картопля. Починь овочи. Ну не дешево, не дешево. Дякую. Слушайте, уже по запаху отличается. Вроде бы пахнет богречем, но есть какой-то вот такой дикий запах. Слушайте, здесь пишут. Богреч это венгерский суп. Очень популярный также на закопате. Но это известно. Другие названия богреча. Богораш. Богорош. Мадярский гуляш. В это название уже вложен смысл и способ приготовления. Происходит от венгерского богра. Богораш. Что переводится котелок. Если честно, будучи на Закарпатье, вы просто обязаны попробовать богреч. Потому что вкусный он только здесь. Вот до такой степени прям вкусный. Все остальное жалкое подобие. Попробуем. Жирненький такой. Сытный. Вот ты с первой ложки понимаешь, что ты в принципе им наешься. Много специй. Он такой прям насыщенный. Боже, ну запах очень интересный. Вот это вот оленина добавляет такого необычного запаха. Но вот если говорить про саму оленину. Довольно нежное. Очень похоже на телятину, только чуть-чуть, наверное, плотнее такое. Более дикое мясо. Видно, что этими мышцами пользовались. В принципе, я понимаю, почему бограч так популярен на Закарпатье. Потому что там, на улице, ну так, сыро, зябко проморзгло. А бограч, он как-то аж изнутри прогревает. Не хуже, чем самогон. Я не пробовал так рассказывать. А еще чем мне нравится бограч? Тем, что он с одной стороны вроде суп, а с другой стороны вроде как картошка с подливкой. То есть так много картошки, мяса и вообще всей этой начинки, что тут можно поспорить это суп с картошкой или картошка с подливкой. Но все вкусно. И картошка, и подливка, и наска. Ой, аж жарко стало. Ой, как хорошо. Ешь горячий бограч и наслаждаешься видом. Но красота же. Ну это прям прикольно. Карпатский сик цветокати. Очень похож на березовый сок. То есть вот по своей консистенции. Вроде ты пьешь как будто воду, такое вот что-то не очень похожее на сок. Но сладкое. Так и здесь. Прям вкусно. Так, бограчу спасибо. Гуляш. Слушайте, вот это вот выбор блюд на Юзефа привел меня к ситуации, где у меня два практически одинаковых блюда. Ну, давайте пробовать. Козий сыр, конечно, добавляет такого специфического аромата. Очень специфического. Ну вот, когда перемешал, уже они не так похожи. И благодаря сыру она стала такая тягучая. Ну, друзья, это же рубрика «Трасс кафе». То есть первый, кто из вас приедет сюда и скажет, где мой подвешенный обед от дома лучше, получит вот такой же набор. и сможет сложить свое мнение. Что же вкуснее, бограч или гуляш? Ну, такой вот он, конечно, погуще, погуще. И попикантнее. Плюс вот этот вот козий сыр, он очень повлиял на вкус. Много специй, где-то кислинка вот козьего молока. Плюс оленина. Очень интересно. Вкусно. Ну, я, если честно, отдам пальму первенству. Бог хочу. Ммм. Ну, действительно. Бог же ест саложкой, а гуляш вилкой. Вот вам и разница. Разные блюда, разные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И шо у монахи с походу, Під морозы, Під негода, Чешили не смерз. Не знал монахи, Где полиция, Зашов у крабах, По хвитце, сбросил свой мундир. Бросил мундир, Ще очки, Пробавляться на плечки, Сам пошел плясать, Наплясався, Наигрався с доброй волей, Расгрыщався скотчем На крыльцо Утарово кольцо. Ну, и какие же Карпаты Без Синевира? Если честно, не знаю, Стоит ли рассказывать про Синевир, Потому что это одна из самых Главных достопримечательностей Карпат. Вот, посмотрите, сколько туристов. Но и не заехать сюда мы не могли. Потому что тут красиво. Боже, это уже, наверное, сотый раз, я говорю, красиво. Как там воно? Классно. А чего вы не допомагаете? Не дают. Не дают? Нет. То что, треба туда плисти? Там красиво. Загадать божание. Божание загадать. Я бы сплавил. Прикольно. Давай, даже погрязь. Добрый день. Сколько стоит вам прокатиться? 30 гривен. Вот так тяжело выгребать туда, а потом обратно. Все это за 30 гривен. А чтобы погрязь, еще самому сколько еще нужно доплатить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эффектно. На плоту. Не на лодочке, а прямо на плоту настоящем карпатском. Ви ж, напевно, знаете, а чому Синевір такий відомий в Украине? На такий високий, кого не знайдете. Кто не был на Синевирском озере в данный момент, втрачает половину життя. Зрозумели? Кто не добывал на Синевирском озере, втрачает половину життя. Ви життя. Ви життя. Ви життя. Ага. Спробую. Так. Ви життя. Правая. Ви життя. Правая? Нет. Нет. Ага. Ага. Эхо не. Ого. Ты знаешь, если честно, со стороны кажется ваще. А насправде самого отгребения не так сложно. Но амплитуда это, конечно, не на лодочке. Вот это вот раз нагнулся, встал, нагнулся, подошел. Да, в осаду ли в огороде. Не знаю я песен. Волнительный момент. О-о-о-о. В данный момент мы на зрачку. Как круто приезжать вот в уже знакомые для тебя места. Я был здесь и не раз. Но ни разу не был здесь. И вот приезжать и заново открывать эти места с другим настроением, в другую погоду, с другими людьми. А соответственно, другие эмоции. Очень люблю такое. Так, а кажучи, треба за бажанья загадать. Бажань. Круто, как монеты, за одну желание кидают, как можно. Ага. Украинцы. У нас потрясающая страна. Давайте все-таки ей гордиться. Искренне гордиться. А еще очень круто приезжать и замечать вот классные, правильные изменения. Раньше вот с того берега на этот, вот так вот через все озеро висел провод. И благодаря нашему другу Виталию Глаголя из Ужгорода, активисту, этот провод убрали. Кто-то, может быть, скажет мелочь, но очень приятная мелочь. Потому что раньше этот провод конкретно мешал делать шикарный фото. И операторы, когда летали дроном, боялись зацепиться за этот провод. А теперь свободны, как птицы. Ребятки, а вы знаете, почему озеро называется Сынный Вир? А я вам сейчас расскажу. Значит, была одна очень романтическая история про девушку-сынь, уже богатую, заможнюю, и обычного парубка Вира. Так вот, Вира сбили вот тут. А воно так его кухало, так кухало, так плакало горькими слезами, что она плакала целое озеро. О, то есть озеро мая буты салона. Ух ты, вот такое вот я вообще впервые вижу. Посмотрите, посмотрите, люди вставляют монетки и забивают их, загибают, чтобы они не выпадали. Круто! Ну что, друзья, есть у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Начну с плохой. На этом месте, вот прямо сейчас, заканчивается наш выпуск. А хорошее через неделю ждите продолжения. Карпаты-2. Потому что тут, в Карпатах, ну огромное количество классных, интересных мест, интересных людей, которыми стоит впечатляться, о которых стоит рассказывать. И вообще здесь вот эффект вау, он просто не заканчивается. А вы приезжайте и посмотрите на это все своими собственными глазами. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны путешествовать по Украине. Все, увидимся на следующей неделе.